Библейский портал экзегет.ру представляет Это видео записано для сайта экзегет.ру. Сейчас мы с вами рассмотрим содержание второй главы первого послания святого апостола Петра. И по мере того, как мы будем проходить материал этой главы, вы увидите, насколько слова апостола Петра, они дышат Евангелием. Как те или иные изречения Христа, известные нам по евангельскому тексту о апостолу Петру от непосредственного общения со Христом, как они получают объяснение, раскрытие в учении самого апостола Петра. Но это будет касаться не только Евангелия, но и некоторых сюжетов Ветхого Завета, основываясь на которых апостол Петр будет излагать свои мысли. Итак, приступим. Первая тема, абсолютно евангельская тема, которую мы здесь видим, это тема духовного младенчества. Это тема, которая заложена в слова Христа. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Но у апостола Петра она здесь изложена, скажем так, с некого нового ракурса. Именно апостол Петр сравнивает учение Христа с тем молоком, которое питает младенцев. Причем мы с вами знаем, что, ну, может быть, для нашего времени это не столь актуально, поскольку сейчас младенца могут кормить по-разному, но во времена апостола Петра это могла делать только мать, и ребенок мог пить только ее молоко. И вот учение Христа здесь сравнивается с материнским молоком, которым только и может питаться младенец. А в свою очередь это молоко есть Слово Божие, которым питаются христиане. «Итак, отлежив всякую злобу, коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко, дабы от него возрастать вам во спасение, и бы вы вкустили, что благ Господь». Я думаю, что у нас у многих возникали вопросы в отношении Евангелия, что значит слова Христа «будьте как дети». И апостол Петр, на мой взгляд, здесь дает понятное нам объяснение. То есть «будьте не злобивы, как младенцы, не коварны, не лицемерны, не завидуйте и не злословьте, будьте как новорожденные младенцы». В чем источник вот этих всех добродетелей? Отнюдь не в человеческой простоте и глупости часто свойственны детям, а потому что мы вкусили слово Божие, оно питает нас, как молоко ребенка, и от этого и происходит все то доброе, что есть в нашем сердце. Вот что значит «станьте как дети». И очень важно, мне кажется, видеть в словах апостола Петра именно развитие тех мыслей, которые в сердца апостола взложил сам Господь Иисус Христос. Следующая тема этой главы, которая нас снова напрямую отсылает к Евангелию, это, условно говоря, тема камня. Христос в Евангелии сравнивает себя с камнем, краеугольным камнем, который отвергли строители, но который каким-то образом оказался в основе, во главе угла, благодаря чему крепко стоит весь дом. Мы помним, как апостола Петра Христос называет камнем, а исповедание Петра, что Христос – это Сын Бога Живого, называет скалой, на которой основана Церковь Христова. И вот эта тема, тема камня, она получает свое развитие здесь и у апостола Петра. С одной стороны, мы видим здесь прямую ссылку на Евангелие, но с другой стороны, апостол Петр и добавляет нечто новое. Он верующих сравнивает с живыми камнями, из которых строится дом Божий. «Приступая к нему, как камню живому, людьми отверженному, но Богом избранному и драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». Ибо сказано в Писании, и дальше идет ссылка на 28 главу книги пророка Исаия, «Вот я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный драгоценный, и верующие в него не постыдиться». И таким образом мы видим, что камень не только Христос, но и верующие уподобляются камню, и дом, который строится, это не просто дом, поскольку апостол говорит, что в этом доме будут приноситься жертвы, то есть это храм Божий. И самое интересное, что мы видим развитие этих идей, вне всякого сомнения, в новозаветное время, но уже не в литературе Нового Завета, но очень близко к нему. Я имею в виду один из очень интересных памятников древнехристианской письменности конца первого века. Это книга, которая называется «Пастырь», автор которой является христианин по имени Ерм. И именно в одном из видений Ерма мы видим, как перед его лицом предстает Церковь Божия и люди, в виде какого-то масштабного строительства некой башни из камней. И вот эти камни, из которых строится эта башня, это и есть именно христиане. Я сейчас не буду вдаваться в детали этого видения, мы при желании можем это прочитать и сделать свои познания в этой книге более точными. Я хотел лишь указать на то, что эти идеи, евангельские идеи, они получили свое отражение и в творчестве апостола Петра, но и в творчестве духовно-литературном творчестве и ранних христиан. Итак, он для вас, верующих, драгоценный камень, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла. Ну и, наверное, нам нужно вспомнить, а откуда этот образ камня, отверженного строителями. Это псалтирь, это псалом 117, и мы эти строки читаем не только в псалме, не только в цитации Иисуса Христа, не только у апостола Петра, но и на богослужении в начале утренней. Мы произносим эти стихи, напоминая себе о значении Христа для нас и о значении Евангелия. Дальше апостол Петр касается темы священства христиан. Мы привыкли, что священство – это особое служение в церкви, которое исполняют люди специально для этого рукоположенные, но апостол Петр несколько расширяет тему священства и говорит именно о каждом христианине, как священнике. Отчасти об этом сказано в предыдущем отрывке «Устрояйте себя дом духовный, священство святое», то он обращается ко всем христианам. А вот дальше он пишет в девятом стихе «Но вы род избранный, царственное священство». Сама эта фраза, она впервые появляется в священном писании Ветхом Завете, именно в книге «Исход», где в нашем синодальном переводе она звучит немножечко по-другому. Господь называет израильский народ царством священников, хотя в самом израильском народе было именно одно колено, которое прислуживало в храме, это колено Левия, а священники все происходили из рода Аарона, тем не менее в Ветхом Завете все израильтяне называются царством священников, и эта же идея, она переходит и в Новый Завет и относится уже к новому Израилю, а именно к церкви. Почему каждый христианин называется священником? Потому что каждый христианин должен служить Богу и должен в своем сердце приносить Богу жертвы, чистую и святую жизнь, всю свою жизнь приносить в жертву Богу, возносить молитвы, и в этом смысле каждый христианин, конечно, является священником Господу Богу. «Вы народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшее вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ, некогда не помилованные, а ныне помилованные». Эти слова апостола Петра, они были очень важны для христиан первых времен, потому что особенно христиане, которые вышли из иудейской среды, из иудейской религиозной культуры, конечно, в их сознании, кто такой избранный и прощенный народ? Конечно, это ветхозаветный израильский народ. Но апостол Петр здесь вносит очень важное добавление, что отныне народ Божий и царство священников – это не ветхозаветный израиль, а это церковь Христова и люди, которые входят в нее, при том, что без всякого различия по национальному и прочему признаку. Эта тема актуальна, поскольку и апостол Павел в своих посланиях очень часто обращается к этой теме, поскольку, с одной стороны, нужно было и призвать в церковь как можно больше иудеев, которые должны были первыми узнать о Христе и принять его, но и, с другой стороны, церковь и христианская община должна была преодолеть вот это осознание некой национальной исключительности именно иудейского народа как избранного народа Божия, чтобы действительно церковь стала телом Христовым для каждого человека. И путь, который открывается, это путь веры, но не путь принадлежности к тому или иному народу. Апостол Петр снова возвращается к теме христианской жизни как странствования. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу». И снова мы видим опять возвращение к евангельским мотивам, как говорит Христос, что «так да просветится свет ваш перед людьми, чтобы они видели добрые дела ваши и прославляли Отца Который на небе». И вот эти слова как бы по-новому излагает апостол Петр. «Вы должны провождать добродетельную жизнь между язычниками». А почему? А чтобы их обратить, потому что самое действенное средство – это личный пример. «Дабы они за то, что злоствуют вас, как злодеев, увидя добрые ваши дела, проставили Бога в день посещения». Несколько забегая вперед, мне хочется сказать, что апостол Петр, вот этот принцип проповеди своей жизнью и своим примером, он применяет не только к обществу в целом, к обществу христиан, но в следующей, в третьей главе, он этот принцип применит к очень частному случаю, а именно к семье. И апостол Петр будет говорить о семье, где одна половина верующая, другая неверующая, и что именно пример жены без всяких слов может привести муж к вере. Но об этом несколько потом, но мне было сейчас важно указать на то, что апостол Петр последовательно, он следует своим принципам и излагает их в своем послании. Апостол Петр касается темы отношения христиан к власти. Эта тема не могла не возникнуть, поскольку власть не только устраивала жизнь государства того времени, это не только административное устройство Римской империи, но мы также знаем, что это империя, которая гнала христиан, и изначально христианство существовало как религия иллицита, то есть религия незаконная, религия внезаконная, и поэтому христианство, возникнув, автоматически подпадало под те или иные законы Римской империи и, в общем-то, законы, которые сулили христианам именно уголовное преследование. Тем не менее, апостол Петр, и, как мы уже понимаем, развивая евангельскую тему, ведь именно Петра послал Христос поймать рыбу, во рту которой обнаружилась монета, и, с одной стороны, Христос послал Петра положить эту монету для пожертвования в храм, а, с другой стороны, именно Петр был свидетелем того, как, искушая Христа, спросили, а позволите ли давать подать кесарю? И мы помним, как ответил Христос, что отдавайте кесарю кесарево, ибо на монете печать кесаря о Божье отдавайте Богу. И, как будто бы, чувствуя необходимость более подробно сказать об этом и напомнить христианам о христианском отношении к власти, апостол Петр пишет эти слова. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа царю ли, как верховной власти». И я хочу особо отметить, что сейчас речь идет о римском императоре, и не просто о римском императоре, но, возможно, так предположить, что, скорее всего, это время правления императора Клавдия. И все-таки во времена апостола Петра уже возникали тенденции, чтобы римский император воспринимался не просто как изъявитель воли римского народа, но под влиянием, в том числе, восточных культов правителей римский император все чаще и чаще начинал себя усваивать фактически религиозные функции и восприниматься именно как предмет сакрального поклонения, что, конечно же, не могло не вызывать у христиан отторжения и чего они не могли себе позволить. Но, тем не менее, царю именно как земному правителю в его законных требованиях следует повиноваться. Более того, правителям, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро. То есть именно, когда власть выполняет свою функцию поощрения добра и пресечения зла, именно в этом смысле христианин должен повиноваться власти. Но, конечно, не тогда, когда она требует от него отступления от закона Божия. Ибо такова воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, и дальше идет очень важная фраза, никак употребляющие свободу для прикрытия своего зла. Но как рабы Божии? Всех почитайте. Братство, то есть христианское братство, любите, Бога бойтесь, а царя чтите. Ну и, конечно же, в свете этих разговоров об отношении христиан к власти, и, мне кажется, апостол Петр здесь подобрал очень точные слова. Он указал на саму суть власти, пресечение зла и поощрение добра. Апостол Петр не может обойти тему рабства. Ведь многие христиане первого века были в том числе и из среды рабов, то есть людей несвободных. Мы напомним, что в то время был еще рабовладельческий строй. И что же говорит Петр? И я понимаю, что его слова, может быть, кого-то могут даже возмутить. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Почему апостол Петр не призывает к свержению рабства? Ну, мы должны быть очень чуткими к историческому контексту. На смену, как мы помним, рабовладению пришел феодальный строй. Но это произойдет спустя пять-шесть веков после того времени, когда пишет апостол Петр. И когда люди жили в то время, они не могли себе представить какой-то другой вариант социальных отношений. Это было невозможно сделать. Люди воспринимали рабовладение как нечто должное. И у этого были негативные стороны. И вне всякого сомнения это плохо, потому что даже если мы будем воспринимать это как органичную часть того исторического периода, как, в общем-то, это и иногда объясняют историки, что само сознание людей того времени, но предполагало рабство и раб и господин, они были взаимозависимы. Господин как душа, раб как тело. И, в общем-то, часто рабы были частью, неотъемлемой частью семьи. Но все равно мы понимаем, что объективно, в общем-то, и ретроспективно, что это неправильно. Но люди того времени иного общественного устройства не предполагали. Поэтому и апостол Петр, он говорит и советует человеку, как ему остаться христианином в тех обстоятельствах, в которых он находится. И не будем себя обольщать, что якобы рабы того времени боролись за свободу. Да, они боролись за свободу для себя, для того, чтобы быть свободными и самим иметь возможность иметь рабов. К сожалению, вот в такой парадигме мыслил человек того времени, а апостол Петр, он, помимо того, что он апостол, он человек своего времени. Может быть, кто-то спустя сотню или две лет будет смотреть на наше время и возмущаться какими-то общественными явлениями нашего времени, которые будут считаться дикостью. Например, кто-то будет возмущаться, ну как же так, вот когда-то, 200 лет назад, люди подписывали контракты, отдавая себя в жуткое офисное рабство и много-многие вещи свойств нашему времени и мы их принимаем и живем, могут показаться дикостью спустя какой-то исторический период. Поэтому не будем здесь судить строго и относиться к этим строчкам исторически. «Ибо вы к тому призваны, потому что Христос страдал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам его». И дальше апостол Петр обращается, ну насколько мы можем догадаться, к книге пророка Исаии, а именно к 53-й главе, где как раз и присутствует тема невинного страдания. И мы знаем, что эта глава явилась пророчеством о страданиях Христовых. Мы знаем, что в книге Деяний именно эту главу о страдании некоего человека читал Евнух, и апостол Филипп объяснил Евнуху, что здесь именно предсказано страдание Христово. И так или иначе, обыгрывая тему этой главы, апостол Петр развивает тему, уже начатую в первой главе. Мы говорили с вами, что апостол Петр последовательно развивает богословие христианского мученичества. Нельзя сказать, что он призывает всех христиан страдать, но он как бы говорит, что если случились гонения и страдания в вашей жизни, то мы должны пережить по-христиански. А как по-христиански? Потому что Христос страдал, он оставил нам пример. И вот здесь вот очень интересно, раз Христос это идеал для христианина, то он идеал не только в плане каких-то этических моральных качеств, но в том числе и идеал жизни, а Христос отдал себя на страдания. Это тяжело слушать, но тем не менее это так. Он не сделал никакого греха и не было лжи в устах его, однако пострадал. Поэтому и если вы страдаете, будучи праведны, то вы уподобляетесь Христу. Будучи злословим, он в ответ не злословил, страдая, не угрожал, то есть не угрожал местью, но предавал то судье праведному. Он грехи наши сам вознес телом на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, и ранами его вы исцелились, ибо вы были как овцы блуждающие, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. И очень интересно, что с одной стороны в 53 главе пророка Исаия, на которую вне всякого сомнения ссылается апостол Петр, Христос представлен как страдающее жертвенное животное, а именно агнец. Но с другой стороны этот же агнец, который придает себя в жертву, он и становится пастырем для других овец, для других агнцев, то есть для христиан.